Все эти элементы были извлечены из дел раненых украинских военнослужащих. Хирург Святослав показывает нам то, что собрал всего лишь за последние несколько месяцев. В дальнейшем осколки Святослав собирается передать в музей. Поэтому сейчас тщательно документировать все народные тела. Ну вот нам надо такие артефакты, которые вот с поля боя, с вашей работы, ну 100% что это вот вытянуто из середины, что я не нашел его на улице. И какая-то мае быть гарантия для меня и для себя, потому что таких уламков миллионы валяются. Их можно просто нашкарбать и сказать, вот я. Нет, конкретно есть уламок, конкретно есть фотография. Вот пациент, вот звезды достала, вот такую травму нанес. Ну, это история. Мужчине 47 лет и за печами 20 лет опыта работы в областной больнице хирургического отделения неотложной хирургии и частной клинике в Мельницком. На войну попал по мобилизации в 2023 году. Перед отправкой на фронт прошел полуторамесячный курс полевой хирургии. Нам рассказывает, к чему было труднее всего привыкнуть, когда попал на передовую. Умовы изменяются абсолютно. Из домашних душ, ванны, саун, там, кто куда ходит, бауни. Ну, то есть на такие условия, где нет воды вообще. Ты не можешь возможности. По-перше, часу не можешь мититься. По-друге, возможно, нет воды. По-третье, если она есть, то она близко холодная. А, опять же, таки, обмеживает тебя. Андрей – травматолог из Кровоградской области. 40-летний мужчина показывает намосколок. Его недавно вытащили из ноги бойца. Тот глубоко зашел, да и размеры у него немаленькие. Поэтому пришлось повозиться добрых полчаса. Это осколок мы вынимали у пораненного бойца с большого мелковой кистки. Осколок, кроме язи в шкире, еще залетел саму кистку. Поэтому тяжело было его доставать. Скид, скид был с дрона, або вог, або инша, ну, выбухивка, да, то есть. В основном, мины выбуховые травмы на войне, ну, кулевых поранений дуже мало. Однако иногда эти пулевые ранения шокируют и заставляют удивляться опытных специалистов, увидевших уже очень много на этой войне. Свернулся військовослужбовець, мы привезли его по эвакуації. Було осаднение на обличке. Відповідно, уже в нас був рентген-апарат. Ми зробили рентген-знімечок. На знімечку проявили, що в нього куля в ділянці щелепи. Було, дві доби пройшло після поранення. Прийняли рішення про те, що її потрібно забрати. Під місцевим знеболенням, під лідоканчиком ми кулю забрали, яка, ну, відповідно, зберіглася в нас. Сам военнослужащий отказувався в це вірить. Поки пулю не достали і не положили на ладонь, йому казалось, що все це видумка. Це для нас не новина, але реальні на даний момент такі. В гражданській житті на одного хірурга в день приходиться до пяти операций. В стопунте число ранених може бути більше десяти в день. Все зависит от ситуации на фронте. Коли вооружені сили України знаходяться в обороне, раненіх менше. Коли йде контрнаступлення, освобождення українських територій, у воєнних врачей більше роботи. Іноді наступив такий момент, що я сідав на лавку, упускав руки, і життя проходило як кіно якесь. Я розумів, що я поза подіями. Потім брав себе в руки, включався назад, і це був один найважчий день. І він був влітку. Операция по удаленню осколков длилась около полчаса. Після бойців перевели в іншу кімнату і дали їм можливість віддіхнути, а також випити горячого чаю. Чи пам'ятаєш, що ви як постраждав? Так, звісно. Повертаюся, на мене в півріху летить. Я заготоматував, вона в камінь. Та я бахнув. Що постраждало в тебе? Бо ти ж весь був... Ну, в основному коліна. Саме проблема – це її дрон. Звісляються, французський. Ми поки сиділи в тому кобі. Кожні 20 минут – то скит, то фпвіжка, то скит, то фпвіжка. Вечером хоче дихнув. После стопунта раненый бойцов отправляють в госпиталь. Там они получают комплексную помощь и возможность оправиться от ранений. Затем защитники снова возвращаются на фронт своему подразделению.